Это Вести Адыгея. Мы продолжаем попробовать себя в роли аналитиков, прокачать логику, получить опыт работы в команде и заодно попытаться заработать дополнительные баллы при поступлении в престижные вузы. Смогли 97 учеников 9-11 классов в Адыгейском госуниверситете. Они приняли участие в Хакатоне по анализу данных. Что это такое, расскажет Аминат Куижева. Продолжение следует... В этом году решили эксперимент по проведению отборочного этапа в виде командного конкурса Хакатона в четырех регионах с надежными вузами-партнерами, одним из которых и стал Адыгейский госуниверситет. Участники приехали к нам из Республики Адыгея Краснодарского края, некоторых регионов Юга России. Часть участников имеют опыт работы с инструментами анализа данных, часть пришли себя попробовать в новой для себя сфере. Для участия в Хакатоне достаточно иметь базовые знания по математике и логике. Перед заданием образовательный блок и презентация задания от экспертов. Детям рассказали, что скрывается за большими данными, как формулировать и проверять гипотезы. А для осознания актуальности профессии – визита реальная задача. Данные предоставил один из банков страны из периода коронавирусных локдаунов. Дети на самом деле должны преследовать, что изменилось, как поменялись паттерны поведения, какие категории затронуло это больше всего и что, собственно, с этим сделать. То есть основное их исследование – какой-то вывод, какой-то результат получить. Это на самом деле принято в один формулировка, которая дается нашим аналитикам. Мозговой штурм длился два дня под руководством наставников. По результатам Хакатона право пройти во второй этап национальной олимпиады получили 15 человек. Теперь их ждут еще два этапа соревнований, перед каждым из которых будут доступны онлайн-курсы. Кстати, попасть на олимпиаду дано, но уже на общих основаниях можно, подав онлайн-заявку на сайте проекта до 30 сентября.